Вместо этого они идут по двору, и там какой-то кузнец лупит молотком по керасе. На улице. В холод, блин. В холод. Какой дебил. А что он там делает? У него кузовные работы, что ли? Да он, судя по всему, ее просто поправляет. Такое у меня ощущение. Потому, что кераса уже собранная. То есть, у нее уже подол в шарнирах пристегнут. Все уже. То есть, видимо, там вмятина была, и он ее на подкладном инструменте, на шпирочке поправляет. Ну, наверное, так. Так. Наверно, да. Самса задает вопрос от экспертов. Они не покрывают нагрудники кожей? Нет. Почему? Идут сильные холода. Безусловно, это необходимо, говорит Роллс-Ройс. Опытный. Прошу прощения. Слышите, почему не покрываешь кожей? Сука. Бля, доспехи на меху бывают какие-нибудь? Какая разница? Есть ли там морозы, не морозы. От того, что там сверху будет кожа? И что? А теплее тебе не станет. Они в них греются? Я не пойму. Бред вообще. Кстати, вопрос-то к оружейнику. Почему ты не покрываешь их кожей? А у меня кожи нету. Ответ. Вот поэтому я и не покрываю их кожей. Какие ваши предложения? Что еще предложите? Кстати, кераса уже готова ее уже поздно покрывать кожей. Ее нужно в процессе производства было обтягивать на заклепках. Просто как иначе. А зачем? Бессмысленное занятие абсолютно. То есть, оно не ведет ни к чему. Вообще. Как и эти разговоры. Оно кожей может быть обтянуто. Это в самом деле мы знаем. Когда кожа выступает неким несущим элементом. То есть, у вас подол у керасы не на шарнирах, а на этой коже висит. То есть, у вас получается бригандины с керасовидным нагрудником. Тогда да. Или если мы говорим про что-нибудь высоко художественное. Так кожа может быть с каким-нибудь охрененным тиснением. Покрыта бархатом и парчой. Тогда это для красоты. Да. Вот в Реал Армерия в Мадриде, например, хранятся многочисленные турнирные доспехи различных королей графьев и герцогов. Вот там есть, если не ошибаюсь, Филиппа Красивого. Турнирный доспех с жабьей башкой. Такое на ведро похожее итальянского типа. Вот у него вся кераса. Обтянута парчой. Золотые заклепочки. Подол к нему подвешен также на золотых заклепочках. Все это в узорах тканных. Вот это имеет смысл. Кстати, в испальне довольно тепло. Покрывают. Это или для функционала, или для красоты. Если у вас уже собранная кераса, нахер ее покрывать кожей. Потому, что кожа... В ней все хорошо в коже. Только самое главное, она не дает рикошетировать от доспеха. Потому, что она вязкая. Вот у вас копье влетело. И вот в этом же месте оно и весь свой убойный потенциал реализует. А если скользкий металл, так по нему, оно отлетит еще куда-нибудь. Все-таки не просто так оно все железное. Чтобы лучше соскальзывало. Потому, что как только смогли делать... И форма. Да. Как только смогли делать все железное без этих дурацких кожаных вставок, сразу стали делать без дурацких кожаных вставок. Не сразу до этого доперли, но технология шагала. А у вас уже есть кераса, нафига ее кожей обтягивать. Ну, санкции виднее. Конечно. Холодно же. Конечно. Доспехи замерзнут, что ли? Я не понял. Замерзнут. Да. Распоряжение герцога. Фактически короля. Который лично управляет каким-то дебилом с молотком в ручном режиме. Это тоже. Да. Именно этим надо заниматься. Еще пойти туалеты проверить. У нас, кстати, стоял на территории части дивизион связи, где командир дивизиона в чине подполковника ходил туалет и проверял чистоту помывки, чем у нас у всех вызвал такое изумление, что уважением не пользовался никаким. Он же был дурак.